На телеканале ННТ новости столицы с вами Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте! Все знаковые события Махачкалинской недели смотрите в итоговом обзоре и в начале короткий анонс. Поддержали стоя по инициативе мэра столицы, духовному лидеру республики, шейху Ахмаду Хаджи Афанди, присвоено звание почетного гражданина Махачкалы. Благоустройство дворовых территорий продолжается. Сразу в нескольких районах города появились новые современные площадки. Строили без разрешения и сразу многоэтажку. Прокуратура столицы приостановила возведение еще одного незаконного объекта. Одного устроили в садик, а другого встретили у дверей роддома. Координационный штаб при мэрии Махачкалы продолжает заботу о детях участников специальной военной операции. Звание почетный гражданин Махачкалы присвоено муфтию республики Дагестан шейху Ахмаду Хаджи Афанди. Мэр столицы внес на рассмотрение депутатского корпуса список махачкалинцев на вручение звания почетный гражданин. Как отметил градоначальник, шейх Ахмад Хаджи Афанди и его заслуги особенно были видны в период пандемии. Муфтияд проводит огромную просветительскую работу среди молодежи ежедневно. Кроме того, при поддержке муфтия в Махачкале строится общественное пространство «Аллея медиков». Депутаты стоя проголосовали за предложение. Звание почетный гражданин также получили председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, чемпион UFC Ислам Махачев и заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Саида Гаджиева. Учитывая, что в сегодняшнем списке наших кандидатов на звание почетных гражданин города находятся всеми нами уважаемые муфтии республики Дагестан, это исторический момент, и просто так вот сидя поднять руку, как мы обычно это делаем, нам просто, наверное, будет неправильно. Мы все мужчины и женщины, мы все его уважаем, это наш муфти. Он много работы делает во благо Дагестана, очень уважаемые человеки в исламском мире, и поэтому, я думаю, если мы стоя поднимем руки за него, ну и за оставшихся наших троих, наверное, будет правильно. Как вы считаете? Давайте так сделаем. Новый двор после капремонта. В торжественной обстановке территорию дома номер 6 по проспекту Имама Шамиля презентовали жителям. Площадка давно нуждалась в реконструкции. Горожане неоднократно обращались в администрацию столицы с просьбой благоустроить участок. Салман Дадаев отметил, что в этом районе проживает большое количество детей. За безопасность прогулок которых могут теперь не переживать родители, поскольку все игровые спортивные снаряды установлены на специальном покрытии. Когда мы приехали еще летом прошлого года в этот двор, посмотрели, на самом деле, очень такое удручающее состояние двора было. Никакой радости для детишек здесь он доставлять не мог. Все заставлено машиной, и машинами еще непонятное состояние. Мы пришли к такому году, что для наших детей, которые очень в большом множестве проживают во всех этих домах, которые прилегают к данному двору, было бы неплохо создать здесь такое благоустройство. Сегодня счастливые лица этих детей являются подтверждением того, что мы правильно подошли и запланировали здесь именно такой маленький подарок для маленьких махачкалинцев. Ваш запрос мы реализовали потихонечку после Махачкаля, иншалла мы будем вот такое благоустройство выполнять. Был очень нехороший двор, вообще дороги нехорошие. Сейчас очень красиво стало. Спасибо вам большое. Благодарим всех, кто участвовал в этой работе. Будем стараться поддерживать то, что вы сделали. С соседних домов к нам приходят здесь играться, кататься. Мы отдыхаем здесь, садимся, будем летом чапить беседки. Беседка, спортивные снаряды и травмобезопасное покрытие. Еще один благоустроенный двор появился в Кировском районе столицы. Поддержать праздничное настроение на мероприятие приехали детские ансамбли художественных школ и народные артисты республики. Территорию по улице Абдуразака Шахбанова, 18 мэр города Салман Дадаев презентовал совместно с коллегами и в торжественной обстановке передал махачкалинцам. Обращаясь к жителям микрорайона, городоначальник напомнил, что это одна из 23 дворовых территорий, благоустроенных в этом году в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. Для вашего двора очень много было на самом деле обращений, просьб, жалоб. Уже даже гневные письма начали поступать, что вот столько времени не обращают внимания на наш двор. Кому-то мы все дворы отремонтировали, только вот ваш двор не ремонтировали. Поэтому подумали, что необходимо все дворы оставить в стороне и именно в ваш двор прийти, потому что наиболее здесь все востребовано и от вас есть настоятельные такие просьбы. Честно сказать, когда мы приехали сюда, в этот двор, в прошлом еще году, для того, чтобы запроектировать его, мы поняли, что вы были правы, что этот двор на самом деле нуждался в нашем скорейшем вмешательстве. А после того, как мы его отремонтировали и приехали сегодня сюда, глядя на этих замечательных детишек, которые в таком большом объеме, в таком большом количестве здесь присутствуют, мы поняли, что мы не просто, не зря этот двор сделали. Вот всех поздравляю. Желаю, чтобы вы каждый год осенью собирались в этот день, праздновали день, понятнее, что не открыть ее там площадки, а завели такую хорошую традицию, Дагестан богат традициями, которые народ сформировал, чтобы у вас завелась такая традиция, праздник добрососедства. Шире, выше и светлее. Подземный переход на городской пляж будет обновлен. Напомним, ранее мэром Махачкалы Салманом Дадаевым было поручено ответственным органам приступить к ремонту объекта сразу после уменьшения турпотока. Накануне начальник столичного УЖКХ выехал на место для утверждения предполагаемого объема работ. По его словам, уже к концу текущего года махачкалинцы и гости столицы смогут попасть на пляж, пройдя по отремонтированному переходу. Здесь запланирована работа по покраске стен, имеющихся по увеличению, по возможности самого пролета, пешеходного перехода. Потому что хочется увеличить, как и говорил, угол города, необходимо увеличить высоту прохода. Это мы будем делать за счет того, что постараемся по максимуму взять пространство, опустив плитку ниже находящуюся на переходе и подъем бетонного основания, а не основания бетонной перегородки. Все будет обновлено и вывеска будет в новом формате обновлена для туристов, для жителей города, чтобы было более приятным взгляду. В то же время на втором проезде улицы Галимова в микрорайоне «Авиагрегат» обновляют дорожное полотно. Так продолжается реализация проекта «Мой Дагестан, мои дороги». Рабочие и подрядные организации накануне приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. Уже завершено обустройство тротуара, установлены бордюры. Протяженность улицы составляет более 200 метров. В Махачкале продолжается и снос незаконных строений. На этот раз строительство приостановили по улице Гагарина, близ дома номер 86. Разрешения на возведение многоэтажки у владельцев не оказалось, но, видимо, наличие права собственности на земельный участок застройщикам показалось вполне достаточным. Однако теперь за снос нелегального объекта придется заплатить немалые деньги в счет муниципалитета. В ходе проверки на администрацию города Махачкалы было направлено исковое заявление в суд. Партизаторам его рассмотрели, оно было удовлетворено в полном объеме. И застройщику было дано время для самостоятельного сноса данного объекта. Между тем, данный снос им осуществлен не был. Прокуратурой города взаимодействуя с приставами и администрацией города была обеспечена техника для соответствующего сноса этого объекта. С момента, как выносится решение по вступлению в силу, застройщик должен собственными силами сразу снести данный объект. Там определенное время, полгода прошло, никакие действия не предпринимались по самовольному сносу, и пришлось в принудительном порядке. В последующем, когда такие случаи случаются, администрация взыскивает денежные средства, затраченные на снос данного объекта собственника данного земельного участка. Мобилизованные махачкалинцы отметили свои проводы зажигательной лесгинкой. Среди отправляющихся на учебный полигон были и двое добровольцев из числа работников городской администрации. Это начальники отделов управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Проводить резервистов пришел и Салман Дадаев. С каждым городоначальник побеседовал лично, пожелал им скорейшего возвращения, а также вручил рюкзаки с необходимым обмундированием. Хочу сказать, что на самом деле сегодня, глядя на вас, меня переполняет чувство гордости. Я пошел, пообщался с каждым из вас и увидел, каким чувством достоинства и патриотизма вы исполнены. Абсолютно понимая цели и задачи специальной военной операции, которую президент объявил, и почему сегодня нужна мобилизация. Едем выполнять долг. Хотя находились мы на спецучете, нам была оформлена бронь на год, но мы извели желание в дорольном порядке выехать в зону спецоперации. Дагестанский артист, певец, актер и режиссер Алихан Магомед Рагимов пополнил ряды добровольцев. Об этом сообщили городской администрации. Ашук Алихан одним из первых откликнулся на призыв верховного главнокомандующего Владимира Путина по частичной мобилизации и прибыл в Махачкалинский военкомат. Ранее он служил на Тихоокеанском флоте. Мужчина делится что-ни-что, и никто не способен сломить его боевой дух. Алихан, вы добровольцем или папайска? Добровольцы. Каким настроем имеете самое главное? Настроение боевое, готовое. Надо защищать свою родину. Вот и все. Другие вопросы не должны быть у мужиков. Ранее где-то служили? Так точно. Я служил в Тихоокеанском флоте, на острове русском. А сейчас уже к родине защиту надо готовиться. Заместитель мэра Боговдин Мухтаров, провожая очередную группу мобилизованных, отметил, что отвага и мужество всегда были присущи дагестанцам. Традиционно от имени городоначальников всем резервистам были вручены рюкзаки с военной экипировкой. Как раз настали те времена, когда родина нуждается в вас. И мы желаем вам всего самого наилучшего и, конечно же, возвращения домой живыми, невредимыми. Вот вашим семьям сил, терпения, мужества. Также хочу озвучить, что у нас в администрации создан организован штаб по поддержке семей мобилизованных. И какая нужна будет помощь, они могут обратиться в администрацию, на первом этаже находятся. Штаб помощи семьям мобилизованных махачкалинцев продолжает свою деятельность. К мэру столицы обратился глава Навалакского района Магомед Гаджи Айдиев с просьбой перевести ребенка военнослужащего в детский сад по месту проживания. Супруг Аминат Абасовый принимает участие в специальной военной операции. Семья переехала в Махачкалу с Навалакского района. Вопрос был решен немедленно. Ребенок уже перешел в новое дошкольное образовательное учреждение. В числе прочих озвучили, была проблема устроить ребенка в детсад «Золотая рыбка» города Махачкалы. Я, понимая, насколько остро стоит проблема в городах, районах по этим вопросам, электронная очередь проверки всякие всевозможные, лично приехал попросить вас, если малейшая возможность, поддержать в этом вопросе. С учетом того, что вот это ваше отношение, контроль, заботы, личные заботы, которые вы проверяете за каждого военнослужащего, который находится в зоне специальной военной операции, мы в обязательном порядке рассмотрим, не просто рассмотрим, положительно решим этот вопрос. Проблема есть определенная, очередность большая, но тем не менее, те ребята, которые выполняют воинский долг сегодня на территории Украины в целях защиты наших стратегических и не только стратегических, но и непосредственных интересов каждого проживающего на территории нашей страны, для нас это является почетной обязанностью, забота и решение этих вопросов. Напомню, с 5 октября в городе функционирует координационный штаб, куда ежедневно обращаются члены семьи участников СВО. Каждая просьба находится на личном контроле Салмана Дадаева. Координационный штаб помощи семьям мобилизованных махачкалинцев помогает родным и близким в решении широкого спектра вопросов. На неделе представители городской администрации даже встретили из роддома супругу военнослужащего. Командир взвода, старший леденант Шамиль Мусаев находится в данный момент в госпитале города Ростова. Защищая интересы и безопасность нашей родины, на специальной военной операции он был ранен. В его семье в этот момент родился сын. Сотрудники штаба организовали веселую выписку с песнями и танцами, а молодому отцу пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к семье. Все будет хорошо, мы ждем с большим нетерпением возвращения сына живым, здоровым. Дайло, чтобы он очень быстро поправился. Мэр очень хотел, чтобы вы не чувствовали отсутствие сына своего, чтобы мы все вместе, всем коллективом приехали вас поздравить с новостью. Макашка, Макашка! Предприниматели Махачкалы продолжают оказывать помощь солдатам, участвующим в специальной военной операции. На призыв мэра Салмана Дадаева собрать посылки военнослужащим вслед за медицинским центром Остромед отозвалась сеть АЗС ВНК. Накануне городоначальник встретился с заместителем директора АЗС Гаджимурадом Нуховым. Посылки будут формироваться в зависимости от запросов, поступающих от ребят, выполняющих воинский долг. Видим, что в данной работе многие подключились. Мы тоже решили внести свой вклад, не остаться в стороне для решения общей нашей задачи. Спасибо, спасибо, это очень важно, очень хорошо. В годы Великой Отечественной войны тоже отдельные заводы, кроме того, что они выполняли свою работу, собирали продукцию, они собирали деньги и оплачивали отдельные флоды того, что оплачивали полностью изготовление танка, именного от завода, там какого-то самолета. Очень приятно, что ваше предприятие тоже сеть заправок ОНК не осталось, в стороне от этой ситуации и присоединилось к нашей акции. Это очень похвально, это очень правильно, патриотически правильно. Да, это наша общая цель, мы считаем нашим долгом помочь нашим ребятам. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. То есть, с нашей стороны тоже это незамечено не останется. И два пункта помощи у нас организованы. Один на базе Махачкала продукт на Энгельса 23 и один на базе управления торговлей, традиционно уже там на Логино 39. Собеседники в ходе встречи выразили уверенность, что в ближайшее время к проводимой работе по сбору посылок присоединятся и другие бизнесмены. И к новостям спорта. Команда Верховного Суда Республики выиграла футбольный турнир памяти Мусы Мусаева. 13-е ежегодные соревнования в честь федерального судей Кировского района прошли в Махачкале. Курбан Рагимов расскажет подробнее. Мощный удар в угол ворот. Судьба кубка на любительском турнире памяти Мусы Мусаева решилась в серии пенальти. Здесь футболисты команды Верховного Суда были точнее прошлогодних победителей коллектива МВД. Ежегодный турнир собрал 8 команд. Их разбили на 2 группы. Жаркие игры стартовали еще с предварительной стадии. Если на поле царит острая конкуренция, то за его пределами теплое общение и улыбки на лицах. Семья Мусаевых и клуб Кунаки проводят спортивное мероприятие в 13-й раз. Хорошо, когда дети, родственники, близкие проводят в честь своего отца, своего дяди такие мероприятия. К сожалению, он ушел очень рано из жизни, но его дело продолжается, его старшие и младшие продолжают. И мы тоже это поддерживаем. И самое главное, такие турниры по футболу, которые проходят, они и сплачивают людей, объединяют людей в наше непростое время. У них была большая семья, друзья, коллеги. И отдыхали, и работали, и занимались спортом вместе. Ну, видишь, жизнь такая вещь. Всевышний кто-то уходит, кто-то остается. Вот друзья решили, когда их друг подоролага настал, чтобы память о нем и продолжили этот турнир. Для всех участников турнир памяти Мусы Мусаева еще один хороший повод вспомнить своего друга и коллегу. Жизнь мужчины трагически оборвалась на 45-м году. Он погиб в автоаварии. Порядочный и честный, активный и жизнерадостный. Так о нем отзываются самые близкие друзья, среди которых представители органов власти, судебной системы, правоохранительных структур и другие. Довольно-таки успешно. Он прекрасным и коллегой был, и профессионалом в работе, и в спорте. Ну, так получилось, что его сейчас с нами не стало. И мы продолжаем традиции эти, продолжаем спорт, развиваем дети, внуки уже с нами играют на поле. Это вот поддерживается такой вид спорта, когда люди занимаются им, но, наверное, отвлекаются от других, которых не нужны, таких там на улице где-то, чтобы не ходили, не шлялись. Вот мы привлекаем. Я всегда говорил, что человек умирает дважды. Если первый раз, когда у него останавливается сердце, второй раз, когда его забывают. Мы говорим, что Мусе, нашему другу, эта вторая смерть не грозит. Мы много лет еще, наши дети будут продолжать эту традицию, и много еще лет будем отмечать этот день его рождения вот таким турниром. Победителей турнира наградили памятными кубками и медалями. Организаторы также учредили денежные призы в индивидуальных номинациях. Лучшим футболистом признали лидера «Атак» команды Верховного суда Магомеда Амарова. От председателя горшкого собрания здесь маленький подарок вам был. Учим игроку и на команду денежных пристов. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все, чем запомнилась столичная неделя. Я с вами прощаюсь, желаю отличных выходных. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин